Привет, друзья! Вы помните видео, в которых я показал вам, как улучшить игру аккордами? В этот раз я хотел бы продолжить серию уроков по обогащению игры аккордами. И сегодня мы рассмотрим, как может изменяться бас и как это влияет на обозначение. Бас в музыке играет огромную роль. Именно бас определяет аккорд. Поэтому недаром басисты часто играют именно тонику. Послушайте, как бас влияет на восприятие. Я буду играть сейчас одно и то же. А теперь менять бас. Вы видите, что верхние голоса не поменялись, но если вдруг поменялся бас, то поменялся и весь аккорд. Вам нужно знать, что в гитарной практике при обозначении аккорда в басу берется та нота, которая указана в названии самого аккорда. Например, в аккорде ми мажор или ми мажор с АС-4 умолчанию извлекается нота ми. Назовем это для удобства разным басом. Но если вдруг нота в басу меняется, то это обязательно указывается в аккорде. Например, ми мажор с басом фа-диез. Новички ошибочно думают, что слэш показывает, что нужно быстро менять аккорды. Но это не так. Я советую вам внимательно изучить нотный состав простых аккордов. Если возьмете аккорды, построенные на трезвучиях, то есть ту группу аккордов, в обозначении которых присутствует либо одна большая буква, либо с приставкой М, то вы увидите, что они состоят из трех разных нот, продублированных в разных октавах. Поместите одну из них в бас, и вы получите обращение аккорда. Если вы возьмете группу септ-аккордов, то они будут состоять из четырех нот. Тогда помимо родного баса у вас будет еще три на выбор. Вообще, вы можете добавить в бас аккорды совершенно любую ноту. Главное, чтобы это соответствовало замыслу. В следующем видео я покажу вам несколько интересных гармоний, которые я обогащу, изменяя бас. С вами был Санчес, до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!